Чего вы хотите добиться от своего призвания? Мешка наград или кассового успеха? Любви зрителей или признания критиков. Поставьте перед собой самую смелую цель, которую можете придумать, а потом посвятите карьеру и целую жизнь ее выполнению. В этом выпуске проекта «Известные армяне» мы познакомимся с жизнью и творчеством российско-армянского кинорежиссера, сценариста и продюсера Сарик Андреасяна. Сарик Андреасян родился 24 августа 1984 года в Ереване. Через 4 года вместе с родителями Гарником Сарьбековичем и Еразик Владимировной и с двумя братьями переехал в казахстанский город Кастанай. Сразу после окончания местной гимназии Сарик поступил на факультет журналистики местного госуниверситета. В студенческие годы играл в КВН и приобрел связи, которые пригодились ему в дальнейшей карьере. По окончании вуза Андреасян переехал в Москву. В столице он поступил в мастерскую Юрия Грымова, получив по окончании специальность режиссер кино. В первые годы своей режиссерской деятельности Сарик Андреасян стал специализироваться на съемках музыкальных видеоклипов и рекламы. В 2006 году он получил возможность срежиссировать малобюджетный триллер «45 сантиметров» по собственному сценарию, однако проект был остановлен во время съемочного процесса из-за отсутствия финансирования. Первым завершенным фильмом режиссера стала комедия «Лопухи», вышедшая в прокат в 2009 году. В сентябре того же года Сарика пригласили в компанию «Леополис» в качестве режиссера и сценариста, и уже в мае следующего года начали съемки фильма «Служебный роман. Наше время». Картина имела большой успех, собрав в прокате 15 миллионов долларов, при этом оставила большие вопросы у кинокритиков. Осенью 2010 года Сарик Андреасян вместе с продюсером Георгием Малковым и своим братом Гевондом основали кинокомпанию Enjoy Movies. С этого времени он стал выступать сразу в трех ипостасях – режиссера, сценариста и продюсера. Первым проектом новой кинокомпании стал фильм «Беременный». Картина собрала более 8 миллионов долларов в прокате, однако и эту картину отечественные кинокритики буквально разгромили. В собственной кинокомпании Андреасян срежиссировал и спродюсировал в период с 2010 по 2013 годы 15 фильмов, среди которых «Мамы», «С Новым годом мамы», «Тот еще Карлсон», «Что творят мужчины» и многие другие. Спустя четыре года с начала деятельности компании Сарик Андреасян вошел в топ-10 самых успешных продюсеров России по версии известного журнала «Кинобизнес», а также занял третью строчку самых кассовых режиссеров России по версии издания «Verity Russia». В 2013 году братья Андреасян с единомышленниками организовывают новую компанию Glacier Films. Летом 2013 года режиссер снимает драму «Ограбление по-американски». В качестве исполнителей главных ролей были приглашены Эдриан Броуди, Хейден Кристенсен, Джордана Брюстер и рэпер Эйкон. Съемки фильма проходили в Новом Орлеане. В 2016 году Сарик Андреасян берется за очень масштабный и ответственный проект – съемки фильма «Землетрясение». Работа над сценарием и подготовка к съемкам заняли около двух лет. В основу сценария легли документальные хроники и история, рассказанные свидетелями землетрясения, медиками, участниками спасательных работ, руководителями бригад, разбиравших завалы, а также тех, кто выжил в этой страшной трагедии. Съемки фильма длились 42 дня и проходили в Москве и Гюмри. Это был масштабный проект. В съемках, проходивших в Армении, в массовке участвовали сами жители города Гюмри, большинство из которых пережили землетрясение 1988 года. С практически документальной точностью были воссозданы декорации улиц и домов Ленинакана. Они были построены за полтора месяца на территории заброшенного московского завода. На московском блоке съемок было использовано четыре тонны цементного порошка, которые распыляли на площадке для создания нужных визуальных эффектов. Примера фильма состоялась в Армении 13 сентября 2016 года. 1 декабря фильм стартовал и в российском прокате. 5 сентября 2016 года Национальной киноакадемии Армении фильм был выдвинут на премию «Оскар-2017» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Но позднее американская киноакадемия исключила картину из числа номинантов на премию, так как она не отвечала представленным требованиям. По отзывам зрителей, картина безусловно получилась. Она стала своеобразным актом благодарности всем жителям СССР и других стран, кто прибыл в Армению, чтобы спасать тех, кто умирал под руинами домов, школ, детсадов и промышленных предприятий. Фильм разбудил в людях старшего поколения воспоминания о великой стране, где боль другого воспринималась как своя, вне зависимости от национальности. В 2017 году на киностудии Андреасяна вышла лента «Защитники». Фильм сняли в непривычном для российского кинематографа жанре супергеройского боевика, главными персонажами которого становятся советские герои и ученые, а фантастическое действие разворачивается во время холодной войны. Яркой в карьере режиссера стала драматическая лента 2019 года «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о столкновении в воздушном пространстве над Европой двух авиалайнеров, во время которого погиб 71 человек. Авария произошла по вине диспетчера, с которым после полутора лет молчания едет разобраться один на один российский архитектор Виталий Калоев, потерявший во время трагедии всю семью. Не менее ярким проектом в фильмографии Сарика Андреасяна стал сериал «Чикатило», повествующий о советском серийном маньяке Андрея Чикатило. На роль убийцы Андреасян пригласил Дмитрия Нагиева. Этот выбор впоследствии кинокритики посчитали неудачным. Зрителям же сериал показался увлекательным, рейтинги убедили Сарика в необходимости продолжения захватывающего сюжета. Вместе с братом Гивондом Андреасяном Сарик спродюсировал комедию «Здравствуйте, вам пора». Этот проект стал 18-м в их совместной фильмографии. За экранизацию цикла бестселлера в армянской писательнице Нарина Абгарян отвечает кинокомпания «Братьев Андреасян». Поэтому три сезона и три фильма этой франшизы – лишь начало бесконечного конвейера, построенного на советской ностальгии и детских нравоучениях. Манюня интересна и детям, и взрослым. Первым – из-за огромного количества комичных ситуаций, в которые попадают подруги Нарине и Мария. Вторым – меткими, а часто едкими замечаниями по поводу жизни в СССР конца 70-х. Каждая серия – это отдельная комедийная ситуация. Смотреть Манюню можно с любого момента, а небольшой хронометраж, незатейливые конфликты и легкий летний тон идеально подойдут для всей семьи. Летом 2022 года состоялась премьера сериала «Жизнь по вызову», снятая Сариком. Вскоре в прокат вышла драма «На солнце вдоль рядов кукурузы». Андреасян выступил в качестве режиссера картины и ее продюсера. Сюжет фильма был основан на реальном событии, произошедшем в 2019 году, когда самолет после вылета из московского аэропорта Жуковский столкнулся с «Чайками». В марте 2024 года на большие экраны вышла картина «Онегин» – первая экранизация в современной России легендарного произведения Александра Сергеевича Пушкина. Режиссером выступил «Сарик». Бюджет ленты составил 500 миллионов рублей, которые были вложены его кинокомпанией. Отсутствие госфинансирования он воспринял спокойно, понимая, что было сложно поверить в столь амбициозный проект. Андреасян выбрал на главные роли Виктора Добронравова «Онегин» и свою жену Елизавету Моряк – Татьяна Ларина. Возраст главного героя режиссера не смутил. В интервью он подчеркнул, что эта категория не является основой для выбора кандидата. Куда важнее, подходит ли актер на ту или иную роль. Добронравов готовился к этой экранизации 10 лет, воплощая этот образ на сцене. С исполнительницей на роль Татьяны у создателя проекта тоже не было сомнений. Именно после того, как он услышал чтение женой романа вслух, ему и пришла идея об экранизации. В планах у Сарика Андреасяна полнометражные проекты по мультфильмам советского детства «Простоквашина» и «Домовенок Кузя», а также многосерийная экранизация Денискиных рассказов. Фильмы Сарика Андреасяна смотрят и обсуждают. Они часто становятся мишенью для кинокритиков, но при этом большинство из них относятся к самым кассовым в истории российского кинематографа и пользуются большой популярностью зрителей. А как вы относитесь к творчеству Сарика Андреасяна? Пишите в комментариях. Нам интересно ваше мнение. До новых встреч на нашем канале, дорогие друзья! Не забудьте подписаться!